Привет! И в этом видео мы поговорим о восьмерках, более известных как зубы мудрости. Наверняка ты слышал, что перед ортодонтией лучше удалить все зубы мудрости для того, чтобы они не натворили дел во время ортодонтии или после ее завершения. Сегодня мы разберем 5 ситуаций, в которых это действительно так, и 4 случая, в которых восьмерки лучше оставить по тем или иным причинам. Кроме того, определимся, можно ли закрыть промежутки от удаленных зубов с помощью восьмерок, и в каких случаях это оправдано и имеет смысл, а в каких лучше поставить имплант. На 90% ортодонтических консультаций пациент слышит, что восьмерки обязательно удалить перед брекетами. Итак, почему врачи говорят об этом, мы разберемся прямо сейчас. Причина номер 1. Восьмерки могут привести к вскучиванию зубов. Каждый из вас наверняка об этом слышал, хотя и имеются исследования, которые утверждают обратное, что скучивальность не зависит от восьмерок. По нашему опыту действительно возникают ситуации, хоть и не очень часто, когда восьмерки приводят к вскученности зубов. Для этого нужно несколько причин. Во-первых, восьмерке должно не хватать места. Если места хватает, то она прорежется спокойно, не затронув соседей. И места должно не хватать совсем чуть-чуть, буквально 2-3 мм. В противном случае восьмерка навсегда останется в кости и не прорежется. А вот именно если дефицит места небольшой, то при прорезании восьмерка толкает зубы вперед и возникает скученность. Соответственно, удалять такие восьмерки имеет смысл до 18-20 лет, потому что после прорезывания восьмерки уже абсолютно безопасны в этом отношении. Причина номер 2 – это семерки, точнее, вероятность их повреждения. В ряде случаев возникают ситуации, когда восьмерка упирается в корень соседнего зуба. Это может в долгосрочной перспективе привести к разрушению и удалению сразу обоих зубов, так как на этой картинке. Соответственно, в этих ситуациях мы обязательно рекомендуем пациентам удалить такие восьмерки превентивно, не дожидаясь того, что семерки начнут себя плохо чувствовать и уже надо будет с ними что-то придумывать. Мы, к сожалению, не можем прогнозировать течение такой ситуации. У некоторых пациентов такие ситуации годами и десятилетиями сравнительно стабильны, то есть семерки остаются целыми, а у кого-то подобная ситуация протекает очень агрессивно и буквально за несколько лет доходит дело до потери седьмого зуба. Соответственно, цена бездействия достаточно высокая, и при любых подозрениях лучше перестраховаться. Целее ваши зубы будут. Причина номер три – это кариес. Восьмерки, даже если они прорезались и стоят в зубном ряду, стоят там очень часто не слишком правильно. Они могут быть наклонены в сторону щеки, повернуты выше или ниже зубного ряда. Все это приводит к тому, что их банально тяжело чистить. Естественно, кариес там образуется намного быстрее, а лечить такие восьмерки почти нереально, да и смысла нет. Соответственно, в таких ситуациях последнее слово за врачом-терапевтом. Если он говорит, что такой зуб качественно полечить нельзя, или если он полноценно не смыкается со противоположным зубом, то и лечение его бессмысленно, то проще его удалить. Если же терапевт говорит, что может полечить, то в принципе можно его до поры до времени оставить. В-четвёртых, это проблемы с мягкими тканями. В основном с десной, которая может воспаляться, если зуб прорезался не полностью, а часть его покрыта вот той самой десной. В этом случае воспаление называется в стоматологии перекоронарид и может сопровождаться неприятными симптомами, такие как довольно сильная боль, затруднённое открывание рта и так далее. Пациенты, понятно, в этой ситуации просят чем-либо им помочь, и выхода здесь два. Если зуб почти стоит нормально в зубном ряду, можно попробовать консервативный вариант. Например, убрать лазером небольшую часть десны, которая нависает над зубом, и пока его не трогать. Если же зуб находится сильно, там неправильно стоит, цепляется, допустим, за ветвь нижней челюсти или сильно покрыт десной, то в этом случае разумнее его сразу удалить. В некоторых случаях эта десна может ещё и прикусываться, что, соответственно, провоцирует ещё больше болевые ощущения. Кроме того, прикусываться в ряде случаев может и щека именно в области восьмёрок. В таких случаях тоже их обычно удаляют. Причина номер пять – это отсутствие антагониста, то есть зуба напротив. Если у вас одна восьмёрка, неважно, сверху или снизу, а вторая не прорезалась или её удалили, то сохранение в долгосрочной перспективе такой восьмёрки не имеет смысла. Ровно по двум причинам. Во-первых, такая восьмёрка абсолютно не участвует в вживании, то есть как зуб свои функции не выполняет. Во-вторых, зубы у нас запрограммированы на то, чтобы постоянно по чуть-чуть допрорезываться, если они не контактируют ни с чем. Соответственно, такие восьмёрки будут постепенно опускаться или подниматься до тех пор, пока не упрутся в десну или не начнут мешать прикусу. В общем-то, лучше не доводить до такой ситуации и заблаговременно такой зуб убрать. И теперь переходим к более интересной части, а именно четыре ситуации, в которых восьмёрки есть смысл сохранять. И номер один – это, конечно же, потеря шестого зуба. То, о чём мы говорили в самом-самом начале, в некоторых ситуациях, если у нас нет шестёрки, а восьмёрка имеет нормальную форму, неплохо сохранилась, то мы можем сдвинуть седьмой и восьмой зуб на место шестёрки, то есть на один зуб вперёд, и таким образом избежать имплантации. Такой план лечения не всегда оптимален, мы не всегда к нему прибегаем, но иной раз он вполне себе жизнеспособен и в качестве альтернативы. Альтернативы. Стоит отметить, что это лечение достаточно длительное, обычно занимающее 2-3 года, но в то же время не такое, как некоторые коллеги говорят, что это или невозможно, или 5 лет занимает. Это, в принципе, вполне реально, и мы делаем это на постоянной основе. Второе. Для того, чтобы сдвинуться семёрку и восьмёрку вперёд, обязательно нужна внешняя опора, то есть мини-винты, о которых, кстати, мы сняли отдельное видео, посмотрите, если не знаете, что это такое. И, в-третьих, необходимо в каждом конкретном случае определить целесообразность этого действия. Давайте я вам вкратце расскажу, какой логики мы придерживаемся, чтобы вы могли хотя бы примерно понимать, надо вам это или нет, если у вас похожая ситуация. Ну, во-первых, есть смысл двигать зубы, то есть семёрку с восьмёркой вперёд. В каких ситуациях? Если пациент максимально молодой, то есть чем моложе, тем больше смысла. Во-вторых, чем лучше сохранилась восьмёрка и чем она более правильной формы. В-третьих, чем дольше и сложнее базовое ортодонтическое лечение. Ну, понятно, да, что если лечение само по себе длительное, то мы за это время вполне можем параллельно ещё и сдвинуть восьмёрку и тем самым сэкономить на имплантации, а иной раз и на подсадке костной ткани, что тоже стоит немалых денег. И наоборот, если пациент уже в более взрослом возрасте находится, если лечение сравнительно лёгкое и короткое, или если восьмёрка сильно разрушена или неправильной формы маленькая, то движение зубов в этом случае максимально неэффективно, то есть имеет небольшой смысл и, соответственно, проще поставить имплант. Хотя, если человек наотрез отказывается от имплантации, готов на любые жертвы ради того, чтобы оставить именно свои зубы, мы, в принципе, можем почти в любой ситуации пойти на движение зубов вперёд, понятно, объяснив все плюсы и минусы данного варианта, но нередко в таких случаях восьмёрку требуется, допустим, покрыть коронкой, чтобы она более-менее длительное время послужила и соответствовала по форме нижним зубам. Нужно сказать, что данный вариант, ну, то есть движение зубов вперёд, это своего рода компромисс, потому что семёрка по форме не соответствует шестёрке, восьмёрка семёрке чаще всего. Но мы должны понимать, что имплантация – это тоже компромисс, так как на данный момент импланты не служат всю жизнь, то есть мы помним, что средний срок службы имплант – это 10-15 лет, и, соответственно, мы выбираем из двух компромиссов, и уже каждый для себя решает, что ему лучше. Подробнее о потере зубов мы говорили вот в этом видео, обязательно посмотрите, если ещё не видели. И причина номер два – это, собственно, нормальное расположение восьмёрок, при условии, что у нас скучность не супер большая, и у нас нет ортодонтической потребности двигать зубы назад, то есть дистализировать. В этом случае, если восьмёрок полный комплект, они хорошо смыкаются, на них нет больших корёзных поражений, то, в принципе, их бессмысленно удалять, потому что они не представляют никакой угрозы для соседних зубов, ни в плане увеличения скученности, ни в плане их повреждения, соответственно, просто это ещё одни дополнительные зубы, которые на себя берут часть нагрузки. К сожалению, в последнее время такое встречается очень редко, потому что челюсть у нас всё-таки с течением веков эволюции человека становится всё меньше, а вот зубов меньше пока особо не становится. Кстати, восьмёрки иногда отсутствуют, в принципе, как зачаток, но это бывает довольно редко, то есть всего там примерно у 1-5 пациентов. Причина номер три – это использование восьмых зубов в качестве дополнительной опоры. Чаще всего это используется при мизиализации зубов, это то вот, допустим, когда мы двигаем семёрку с восьмёркой вперёд, и это достигается с опорой на противоположный зубной ряд, в этом случае мы чаще всего используем мини-винты, но если у нас есть восьмёрка внизу, а движение не очень большое по объёму, то в принципе можно использовать эту восьмёрку как дополнительную опору, потому что пока у нас восьмёрка в ряду, зубы слишком далеко не убегут. Понятно, ортодон должен иметь некоторые компетенции, чтобы провернуть такой вариант действий, чтобы оценить все возможные побочные эффекты и так далее, но мы, в принципе, такой вариант иногда используем, не очень часто, и он позволяет нам использовать меньше мини-винтов в своей практике. И причина номер четыре – это очень сложное расположение восьмёрок. К сожалению, зачатки восьмых зубов у нас предрасположены к тому, чтобы находиться максимально неправильно, не там, где надо. Иногда они бывают расположены очень глубоко, очень близко к синусам, то есть гайморовым пазухам, или очень близко к нижно-челюстному нерву, или просто очень-очень глубоко в кости. Таким образом, их извлечение представляет из себя очень трудоёмкую, сложную и травматичную манипуляцию. В таких случаях обычно принимается решение о том, чтобы такие восьмёрки не трогать, так как плюсы от их извлечения не перевешивают тех рисков, которые сама манипуляция может создать для пациента. Подводя итог, могу отметить, что обязательно перед тем, как удалять какие-либо зубы, в том числе восьмёрки, я рекомендую вам пройти качественную, квалифицированную ортодонтическую диагностику, для того, чтобы ортодонт сказал вам, какие зубы имеет смысл удалять, с какими можно подождать, а какие вообще мы не будем трогать. Это, конечно же, касается не только восьмых зубов, но и всех остальных, в том числе, которые не прорезались, стоят невровные и так далее. На этом всё, увидимся в новых видео, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!